Здравствуйте, товарищи! Сегодня в эфире ЛФТВ. Я Леонид Развожаев. И мы беседуем с адвокатом нашумевшего отдела марксистского уфимского кружка Яникеевым Русланом Заршатовичем. Сразу хочу сказать, что дело сложное. У меня юридически, скажем так, запутаны многие аспекты. И вот мне, как неподготовленному в юридическом смысле человеку, тяжело подбирать будут какие-то слова для того, чтобы не попасть в какую-нибудь переделку, как это у нас получилось с Сергеем Удальцовым. Вы знаете, что он выступал в защиту фигурантов этого дела. И сам стал фигурантом уголовного дела, якобы об оправдании терроризма. Я лично никогда не слышал от Сергея Удальцова каких-либо упоминаний об оправдании терроризма, каких-то вообще оправданий методов террористических. Это для меня, честно говоря, был полнейший шок. Кстати, я вынужден напомнить, что Сергей Удальцов внесен в реестр Роскомнадзором, в реестр экстремистов и террористов. И при этом, вы знаете, что у нас некоторые организации из других стран выведены из этого реестра. Ну, в общем, да ладно. И, кстати говоря, все фигуранты уфимского дела марксистского кружка также внесены в реестр экстремистов и террористов. Насколько я понимаю, все фигуранты. И у меня первый вопрос, но такой дежурный. Первый вопрос. Значит, на какой стадии вообще сейчас находится процесс? Если говорить точнее, то дело поступило в конце 2023 года в Екатеринбург, в Центральный военный окружной суд. И после того, как было проведено предварительное слушание, мы приступили к рассмотрению. Исследуем доказательства, которые представляет сторона обвинения. Процесс является открытым. Приходят все желающие. Суд препятствий этому никаких не чинит. Любой, кто пожелал, кто захотел, любой человек с улицы может прийти, послушать, посмотреть, поучаствовать. Единственное, только проверяют документы, смотрят, чтобы... Точнее, следствие было закрыто, а... Суд открытый. А, суд открытый, да? Да, следствие было закрытым, а суд является... То есть полностью все обнародует, все, что там исследуется. Да. И люди приходят постоянно. Всегда кто-то есть в зале, всегда кто-то записан на диктофон, средства массовой информации, в основном, екатеринбургские приходят. Они иногда, значит, брали у нас интервью у защитников, пытались брать интервью у осужденных, но суд относится немножко, конечно, здесь аккуратно к этому вопросу, потому что люди содержатся ведь в таком стеклянном определенном небольшом кабинетике. Раньше были решетки, сейчас вот как бы люди закрыты стеклом. Они вынуждены оттуда кричать для того, чтобы корреспонденты их слышали, и можно это двояко по-разному воспринять. И ребята, конечно, стараются кричать, говорить, что мы ни в чём не виноваты, что наша совесть чиста. Вот такой у них настрой. Я вот... Открытость сюда. В общем-то мы все наслышаны, но многие люди, кто в левом движении участвует, вообще в российском, и кто чуть-чуть наслышан об этом деле, знают, наслышаны о том, что там фигурирует какая-то экспертиза, обвинения, которая, собственно говоря, ну можно сказать, вынесла некий исторический вердикт Владимиру Ильичу Ленину, назвав по его интерпретации марксистской идеологии руководством террористической деятельностью. Вот насколько я правильно трактую эту экспертизу, можно ли сейчас вообще об этом говорить? И более точные формулировки можно услышать, что там эксперты наговорили всё-таки о трудах Владимира Ильича Ленина. Я постараюсь вам, насколько смогу поконкретнее ответить, поскольку я не являюсь ни членом какой-либо партии, и очень давно изучал марксистко-ленинскую теорию. Я не уверен, что мой ответ может понравиться, но постараюсь как могу. Значит, данная экспертиза была оглашена в суде. Оглашена. Присутствующие слышали, и присутствующие делают выводы о том, что эксперты стали прикладывать к выводам экспертизы своё собственное мнение. По мнению общественности так, что если эксперт не любит, значит, теория социализма, ему они не нравятся, значит, он выложил своё мнение. И мнение остальных экспертов строится на мнении как раз-таки историка, который, по мнению общественности, как раз-таки воспринимает неправильно труды Ленина. Кроме того, было заявлено фигурантами уголовного дела о том, что он цитировал труды Владимира Ильича Ленина, а эксперт почему-то решил, что это были не цитаты Владимира Ильича Ленина, а это были высказывания данного лица, и почему-то решил, значит, что эти цитаты являются призывом к насильственному свержению власти. Люди записывают на диктофон постоянно. Я думаю, что у людей есть и оглашённая экспертиза, и всё остальное. Я имею в виду ту общественность, которая посещает как раз суды. Слушайте, ну вот это же какая-то, на мой взгляд, вообще чудовищная диверсия. Сейчас Владимир Владимирович Путин был в КНДР, был во Вьетнаме, до этого в КНР, когда везде исповедуется в той или иной степени марксистское учение, марксистско-ленинское в первую очередь. И получается, он им должен, что ли, приехать и сказать, человек, на которого вы ориентируетесь, на учение, к которому вы ориентируетесь, является руководством террористической деятельности. Я вот действительно не понимаю, откуда могла родиться такая дикая экспертиза. Ну это же ведь действительно какой-то именно непрофессиональный подход к науке. Марксизм — это наука. Там же нельзя, по сути дела, вычленять какие-то отдельные куски и из этого делать выводы. Там же нужно, грубо говоря, подавать картину целостную. Потому что, допустим, марксизм никогда не отказывался от мирного перехода к власти, смены общественной экономической формации. Да, другое дело, что марксисты говорят, что, наверное, буржуазия, буржуазия, наверное, не захочет вот этого перехода, да, и если созреют, если созреют какие-то условия, то тогда уже новое прогрессивное нарождающееся общество, его ты не сможешь остановить. Ну то есть, вот как вот законы физики кто-то объяснил, и вот допустим, если ты, я не знаю, там бак какой-нибудь закрутишь с водой, да, и поставишь его, значит, это, греть на костер, там, будешь, не знаю, там час-два греть, три или сколько-то там, пять, и котел этот взорвется, если не будет выпуск пара, да, вот, и вот на слове котел взорвется, тебя эксперт ловит и говорит, вот, ты, значит, за взрыв, ты объясняешь физическое явление, да, как оно происходит. Так же самое это все в обществе, да, происходит, и, допустим, марктистская, ленинская наука объясняет, как это работает, и предупреждает, и предупреждает, да, ну, потому что с научной точки зрения, вот, ну, физика работает вот так, вот котел взорвется, вот, и мы, значит, ученые, предупреждаем общество, что нельзя греть вот этот вот, да, котел, не, там, не сделай какой-то выпуск пары, не общаясь там с народом, там, или еще что-то, ну, иначе бы, и что это, и где, где тут терроризм, если ты объясняешь, объектив, а если ты не будешь, если ты не будешь знать, там, чиновник, средней руки, или какой-то даже, да, или потом, высший чиновник, ты стал кин президент, и ты этого не знаешь, и ты зажимаешь, и зажимаешь, и закручиваешь, и закручиваешь, ну, рванет тогда, но будет тогда, я не знаю, много, то есть, людей от этого пострадает, и так далее, ну что, это же, это вообще, у меня в голове, действительно, это не уклад, мы все-таки, люди советского поколения, да, нас вот это учили, ну, с детства, как это все происходит, и в трудах, и в фильмах, и в школах, и мы сейчас вот должны, я не понимаю, просто мы сейчас должны молчать, что ли, вот это тайное, тайное знание в себе хранить, вот, странно, если можно, я приведу коротенький пример, из своей практики, однажды, молодой человек выезжал со двора, выбежала девочка, резко выпрыгнула из машины, которая стояла в этом дворе много лет, бесхозной, и повредила колено, он ее, можно сказать, и не сбил, а чуть-чуть подтолкнул, девочка была не против, пошла дальше играть, но сидящего у подъезда мужчины и женщины в неадекватном алкогольном состоянии, вызвали ГАИ, вызвали скорую, задержали данного гражданина, после чего кричали милиция, что эта сволочь разъезжает на большой скорости по двору, и в дальнейшем его повезли на экспертизу, где определили у него состояние алкогольного опьянения, человек сказал, что он не употреблял спиртное очень давно, в течение часа мы успели съездить на альтернативную экспертизу в более высшестоящую организацию, где подтвердили, что у него нет негрома алкоголя в крови, просто его возненавидели за то, что он гоняет по дворам якобы и избивает там детей, это со слов толпы, значит, что получилось здесь, ребята были арестованы, задержаны в марте 22-го года, после того, как началось СВО, все ребята являются патриотами, и их бы, наверное, не смогли бы задержать, наверное, они все бы были там, исполняли бы свой патриотический долг, и что получается? Кто-то ввел в заблуждение по нашим мнениям, предполагаемым мнениям до сегодняшнего дня, кто-то ввел в заблуждение оперативников, следствия, и в основном полагаем, что это дело и строится все на оговорах, на показаниях различных, на оговорах, до которых мы еще не дошли, которые мы еще не изучаем. На сегодняшний день мы изучили много материалов дела, рассматривали, по ним я не могу лично сказать, выразить свое субъективное или объективное мнение, что в действиях данных лиц есть какой-то состав преступления или вообще правонарушения. Единственное, что они делали, они собирались, например, у них маевка, они собрались, или, например, собрались чисто на шашлыки, и там кто-то прочитал лекцию, например, по диалектическому материализму. Вот мы сегодня говорили о философии, да, буквально минуту назад. Здесь они ведь обсуждают диалектику, диалектический материализм и обсуждают философов не только тех, которые проповедовали социализм, они обсуждают здесь даже очень древних античных философов, буржуазных философов, кого только они не обсуждают. И повсюду они старались брать рациональное здравое зерно. В основном все с высшим образованием. И они говорили о социализме, они говорили о том социализме, который принесет людям только пользу и никакого вреда. Они на этих маевках пели песни, обсуждали разные там и личные проблемы, и всякие. Но иногда, может быть, какие-то шутки были какие-то. Но спутить мы все умеем. И не каждый раз это удачно получается. Любую шутку можно исказить, интерпретировать как угодно. Извините, а песни экстремистские были? Нет. А какого характера? Песни, то, что вот мы в школе изучали, на уроках пения, вот эти песни патриотические, которые, собственно говоря, и сегодня поют. А то я думал, может быть, там какие-то немецкие там марши изучали там. Нет, нет. Это чисто патриоты. И здесь кто-то, возможно, именно постарался именно вот на тот момент ликвидировать вот эту марксистскую группу, которая является именно патриотами. Ну, вот... Это мое предположение. Я просто консультировался с некоторыми товарищами, ну, довольно высокого ранга, не буду сейчас называть ведомства, вот, различные. И там действительно у людей уже закрадывается сомнение, а не является это какая-то, ну, вообще провокация, ну, чуть ли там не спецслужб, каких-нибудь иностранных государств. Ну, потому что такую ерунду в период, когда у России сложная ситуация, у России основные союзники, значит, представители левых, да, коммунистических, посткоммунистических стран, либо вот существует такая организация, всемирная антиимпериалистическая платформа, да, в нее входит более 50 организаций партии различных общественных движений из разных стран мира, включая США, включая Западную Европу и так далее. И все эти организации поддерживают Россию, российскую борьбу против западного империализма, вот, который происходит на Украине, понимаете? И все они себя называют последователем марксистско-ленинского учения. И им сейчас этот, вот этот суд, вот этот сейчас, который будет приговором, влепит, что они террористы, что ли, вот эти все союзники России. Синь Цзиньпин террорист, что ли? Я вот... Я очень надеюсь, что суд будет разбираться объективно. Очень в этом надеюсь. На сегодняшний день я считаю, что более-менее нормально все-таки мы рассматриваем дело. Но где-то, может быть, мы усматриваем, что суд, где-то, может быть, бывает неправ, но не в такой степени, чтобы можно было очень на это сердиться. А что, кроме, собственно говоря, вот этих майорок, вот этих собраний, что еще-то там происходило? Я вот просто действительно глубоко это дело не изучал. Что действительно происходило? Различные встречи. Например, что касается моего доверителя, моего подзащитного, да, он вообще утверждает, что я как депутат, например, 1 мая, там, 9 мая ездил, поздравлял своих коллег. Дмитрий Чувилин. Дмитрий Чувилин, да. И я не был, как он говорит, я не был членом марксистского кружка вообще. Просто для зрителей, для многих, значит, Дмитрий Чувилин был депутатом республиканского парламента законодательного собрания в республике Башкортостан. Вот. Продолжайте. Вот. Мой звук. Сверху. Назначально. Ляхно. А где мы оборвали, на каком месте? Ну, может, противили повторить, или просто сейчас можно начинать. Я не разбираюсь, просто как. вот ваш посредник записался, в соответствии ваш ответ. А, ответ не записался. Нет, нет, все записалось, в каждом моменте в телеванциональном там не упадут. Ага. Значит, ну, сейчас, секунду, что он у нас, это, был депутатом парламента. Ну, соответственно, он приезжал и так далее. он приезжал и поздравлял товарищей. Всех, кто разделяет идеи социализма, в том числе коммунистов, КПРФ, различные движения тоже какие-то есть у коммунистов, насколько мне известно. Он поздравлял всех, кто поддерживает, кто разделяет, в том числе своих избирателей. И он за день мог находиться, например, в 10, там, 15, 20 местах, не только на марксистском кружке. мало ли кто, где, о чем говорил и в какой стадии. Удивительное то, что их ведь задержали в 22-м году, в марте. А марксистский кружок перестал тесно собираться еще в 21-м. То есть основные эпизоды у них и... У них нет эпизодов. Что у них есть-то? Они, ну, приготовление, говоря на юридическом языке, приготовление к совершению преступления. То есть изучение марксизма? Приготовление к тому, что... Или что там еще было просто? Что они собирались свергнуть власть. Что они собирались проводить террористические акты, чтобы совершить революцию? Да, ну, я, конечно, не одобряю такие действия. Сразу хочу сказать, что, ну, насколько это подтверждается, грубо говоря, материалами делая, там, или еще что-то, как-то подтверждается вообще? для меня это дико звучит, потому что, ну, марксисты никогда, грубо говоря, не идут на такое... Это бланкизм, это... Сейчас объясню. Когда узкая группа лиц замышляет какие-то действия, да, ну, в марксизме называется бланкизм, еще с времен Маркса, и... вообще, знаменитая фраза Владимировича Ленина «Мы пойдем другим путем», да, она же как раз говорит о том, что мы против этих методов, и... то есть, марксисты ждут подъема масс, когда масса начинает бороться за свои права, да, тогда марксисты, грубо говоря, пытаются руководить этими массами, но чтобы вот замышлять какие-то там перевороты, какие-то вещи, ну, это... это... ну, марксизму точно не имеет никакого отношения. Как говорит, например, сам Чувилин, активное участие в выборах, разве это может быть каким-то действием, попыткой переворота? Они участвовали в выборах активно, Матисов, которые проходят по ихнему делу, он баллотировался также в депутат. Собственно, там и люди собирались, и голосовали за него. Но если он хотел стать депутатом, зачем тогда ему нужно было планировать какие-то определенные действия? Но мы, конечно, не можем ответить на этот вопрос, потому что есть правоохранительные органы, и есть суд, который сегодня изучает то, что правоохранительные органы в лице следствия и оперативных работников прислали в этот суд. Из тех доказательств, которые по сегодняшний день изучены, вот из тех доказательств, я считаю, что нет доказательств, которые подтверждают какую-либо ихнюю виновность. Подождите, вы считаете, что, как человек или как юрист? Я считаю, как специалист. Как специалист? На мой взгляд, сколько у вас вот... Сколько юристов, столько мнений. Но это мое личное мнение. У суда может быть мнение другое. У вас опыт какой юридический? Около 30 лет. Ух ты. Кажется, да, тут стоит прислушаться. Кстати, такой вопрос, а почему военный суд-то? Что там военный? Дела такой категории рассматриваются военными судами. и поэтому в другой регион их увезли? Что? Военный суд находится там, и также представительство суда находится в городе Самаре, но мы попали туда, может быть, наше счастье, может, наша беда, что мы туда попали, я не знаю. Очень надеюсь на объективность суда. Вообще интересно. Ведь, ну, честно скажу, что подобные марксистские кружки, они, да, вот он действует, я имею в виду подобное, в моем понимании, да, изучение марксизма действует по всей стране, в том числе, там, ну, блин, как вам объяснить, у парламентской партии, у нашей, да, оппозиционной, самой большой, у КПРФ, это, естественно, основа основ изучения марксизма и ленинизма. А что будет, если суд примет за основу вот это экспертное заключение? То есть, все, марксизм, коммунистическая идеология, ленинские, там, 54 тома будут запрещены? Или что? То есть, надо КПРФ запрещать, получается? Я приводил один пример буквально несколько минут назад о том, что была ситуация, когда сказали, что человек является мерзавцем, который сшибает детей пьяные во дворе, его эксперты, медики признали пьяным. В данном случае я не исключаю то, что когда пошла молва про них, про уфимскую пятерку, когда стали писать и говорить, что вот, сволочи такие, мерзавцы, хотели там сделать переворот, кого-то убить, еще что-то взорвать, подорвать и так далее. Вполне возможно, что экспертиза тоже среагировала таким же образом. Когда ко мне обратились, я ведь тоже не знал материалов дела, не знал, в чем обвиняется, в чем далее будут обвиняться. У следователя обвинительный уклон. Несмотря на то, что как бы следователь должен быть исключительно положительным, как бы, и обвинительный уклон поддерживать, и быть честным одновременно, да, почему-то на практике так не получается. Следователь, эта сторона обвинений. Вот он, материалы дела, собирает то, что ему принесли оперативники, складывает, подшивает и направляет с обвинительным заключением. оспорить какой-то материал, который принесли оперативники, следователь просто и не будет. Он может его принять, может не принять, но когда такая организация, как великая на сегодняшний день организация, когда они приносят материал следователю, ну как? Понятно? Наше дело сейчас стараться доказывать, что правильно, что неправильно. Я считаю, что были введены в заблуждение. Может быть, я не прав. В дальнейшем рассмотрение дело покажет, но до сегодняшнего дня я считаю, что мы до сих пор не нашли никаких доказательств обвинения в тех преступлениях, в которых их обвиняют. В дальнейшем будут показания свидетелей. Но показания свидетелей, извините, уважаемый Леонид Михайлович. Показания свидетелей это же что? Слово к делу не пришьешь, есть такая русская пословица. А вот у нас получается, может быть, и пришили. Но будем разбираться. Тут надо титаническую работу проводить. Глубоко, глубоко и объемно надо работать. Все-таки, ну какие перспективы-то? Сколько еще будет в суд проходить? Дело в суд поступило в достаточно большом объеме с обвинительным заключением и со всеми сопроводительными письмами, там порядка 30 томов. И все это надо изучить. Кроме этого, есть вещественные доказательства. Вещественные доказательства, они в террабайтах. Поэтому, если мы будем все ихние разговоры прослушивать, чем мы занимаемся сегодня, то это на год, на полтора это минимум. Потому что следствие почему-то признало доказательствами, закрепило всех их разговоры, хотя, собственно, вырывает из контекста какие-то фразы и говорят, что вот они имели в виду именно что-то такое, что призывало к конституционному перевороту и так далее. Вот вы сейчас говорите какие-то дикие для меня вещи, еще раз говорю. Марксизм не подразумевает переворотов, как таковых. Там совершенно другой подход, совершенно другие понятия. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустного. И трактуют понятие революции каким образом. Вот у нас в деле, что революция это обязательно вооруженный захват власти. Но революция ведь бывает разная. Научно-техническая революция бывает. Да, конечно, конечно. Энергетическая революция. Так или иначе можно сказать, что эволюция, если ее во времени спрессовать, это тоже своеобразная революция. Каждый день происходит. Любая шутка, сказанная по телефону, она почему-то именно интерпретируется, что люди хотели кого-то уничтожить. Но если, например, мы вот с вами разговариваем, да, и, например, я вам говорю, уважаемый Леонид Михайлович, я вас убью, если так будете говорить, вы же это реально не восприняете. Ну, конечно, да. Вы мне скажете, я тоже реально не восприняю. Слушай, так у них что, какой-то был час X назначен, когда они пойдут куда-то что-то захватывать или что там вообще? Час X непонятно, что это такое и когда это произойдет. Когда он произойдет, а если он вообще не произойдет? В материалах дела нет таких данных. Да, час X, вот когда он наступит, а что они подразумевали? Не то НАТО на нас нападет, да, потому что вот этот конфликт, собственно, многие прогнозировали, что он будет. Да. не то они имели в виду вот это час X, что нужно будет защищаться, если значит правительство будет предавать. Эти разговоры тоже велись. Любые мужчины их ведут, особенно те, которые служили в армии. Слушайте, вот все-таки тяжба получается уже больше двух лет они в заключении. Суд, соответственно, идет около года, еще если полтора года, а там вообще олигарховы, олигархи, наверное, все фигуранты делают, все богатые люди. Богатых, к сожалению, нет. Значит, люди по характеризующим данным очень порядочные. Ефимов Юрий Федорович, их не фамилии назывались неоднократно, поэтому я думаю, что я не нарушил что-то, указав на их персональные данные, частично. Вот Юрий Федорович воспитал двух сыновей, дал им высшее образование. Самый старший из них, у него сахарный диабет. Он страдает, в перерывах ему делают уколы, ему надо периодически кушать, он еле живой там ходит. И он говорит, а что я сделал, в чем я виноват, моя совесть чиста. я вот цитировал Ленина, что Ленин террорист, что ли? Я цитировал Маркса, что Маркс террорист, что ли? Ну да. Он выступал, в основном он выступал, он цитировал. И любое слово... Выступал, а они как-то... На маёвках, на встречах, там, на праздниках каких-то собирались. То есть, в общем, по сути дела, на данный момент в таком смысле, в материальном, ребята бедствуют, я так понимаю. Помощь никто не оказывает ему. Ну, у Юрия Фёдоровича два сына, они стараются как могут, значит, в отношении Юрия Фёдоровича. Дальше, следующий фигурант это Дмитрий. Он врач, отоларинголог или как раньше называлось это ухо-горло-нос. Ранее такие названия были. Да, да, да. И он очень уважаемый по месту работы, положительные характеристики, умнейший человек. У него нет никого. У него родители умерли, он вырос сиротой, закончил медицинский институт, будучи сиротой, поступил туда уже, будучи сиротой. Ему сложно, ему трудно. Затем есть Буркиев, которому так же сложно, у него вроде родители, мама есть, насколько она далека, я не знаю, и сколько ей, тоже не знаю. Затем Матисов, у него мама, и собственно, ему тоже сложно, че Вилин, мама учительница в деревне на пенсии. Это уже как бы сложная ситуация. Ну вот, товарищи, поэтому мы часто и обращаемся к вам, что нужно помогать политзаключенным, проявлять гуманистическое свое начало, да, и как-то облегчать, по мере возможности, облегчать жизнь людей, которых, может быть, по разным делам, скажем так, мы считаем невиновными, сейчас не будем конкретизировать конкретно в каком деле, вот, поэтому ситуация непростая, ситуация непростая, сложно даже говорить, потому что на самом деле это может коснуться каждого, каждый из вас, кто фактически смотрит эту запись, эту нашу программу, в основном здесь люди левопатриотических взглядов, ну, видите, как, в общем, несправедливо, на мой взгляд, относится к нам нынешняя система, хотя мы ведь десятки лет предупреждали о том, к чему мы идем, собственно говоря, к чему мы пришли, в массе мы поддерживаем специальную военную операцию, желаем России только всего хорошего, развития, достижения больших высот, но получается вот такие дела в отношении нас, в отношении, да ладно бы еще в отношении нас, но уже замахиваются на классиков, за учениями которых следует весь прогрессивный мир, в том числе руководящие, грубо говоря, значит, власти в различных странах, в том числе партии различных, значит, европейских, американские коммунисты и так далее, какие угодно, вот, на мой взгляд, конечно, это надо, может быть, кто-то из органов власти увидит этот эфир, надо все-таки, конечно, разобраться, надо разобраться в этом деле, в этом суде, и все-таки найти какой-то оптимальный вариант, на мой взгляд, вот, то, что вот кошмарят ребят, это, конечно, это не очень хорошо и не очень правильно, не буду, еще раз говорю, давать юридическую оценку, здесь есть адвокат, он все достаточно сказал, мы будем с вами прощаться, будем с вами прощаться, и еще раз, Руслан, Заршатович, попрошу сказать, ну, последнее слово. Ну, вы упомянули несколько минут назад нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина, на сегодняшний день, вот, по всем нашим наработкам юридическим, да, выслушав мнение всех адвокатов, я составил обращение, уже новое, ранее тоже обращался, но оно, наверное, не доходит, составило обращение на имя президента, чтобы президент попросил, или администрация президента, чтобы попросила, чтобы объективно все-таки разобрались, потому что вполне возможно, что в данном случае работает пятая колонна, которая действительно думает о том, как нас всех просто уничтожить, чтобы поддержки не было у страны, не было поддержки у правительства. Может, Москальковой стоит написать? Может быть. Но здесь ведь как, ответы приходят обычно, обычно однозначные все, что суд разберется. все-таки Москалькова имеет право, по сути дела, по своей должности вмешиваться в решение судов. Может быть, уже принято решение, но тем не менее, она, по сути, может отменить решение суда. Вот полномочный по правам человека Российской Федерации. Ну что ж, товарищи, спасибо за внимание, продвигайте наше видео. И у меня есть огромная просьба, в левом движении сейчас довольно большой и глубокий раскол. К сожалению, лидеры, скажем так, общественного мнения в левом движении, на мой взгляд, в основном, заняли неправильную позицию по специально военной операции. Скажем так, слишком критикуют ее, будем говорить мягко. Вот. Но, несмотря значит, на все эти разногласия, я все-таки обратился бы к ведущим российским блогерам левой ориентацией, как они себя называют коммунистической, марксистской, все-таки вы должны озвучить эту проблему, вы должны обратить внимание на это дело, вы не должны молчать, потому что завтра придут за вами. Если вам не жалко, грубо говоря, людей, которых судят в том числе за изучение марксизма, то хотя бы себя пожалеете, потому что вы декларируете сегодня все то же самое, что изучали ребята, и завтра придут за вами. Поэтому у меня огромная просьба займитесь освещением этого процесса. Спасибо за внимание. До свидания.